Промежуточный финиш. Сегодня завершился прием документов от политических партий, намеренных участвовать в сентябрьских выборах в региональную думу. Заявились 23 объединения одной из партий из-за выявления нарушений в регистрации уже отказали. Итоги приемной кампании подвел глава обл. избиркома. В 17 часов закончился прием заявлений по выдвижению кандидатов в депутаты областной думы. Буквально за несколько минут до часа икс документы запоздавших партийцев проходили строгий отбор. Сегодня на утро 12 политических партий еще документы не сдали, поэтому выстроила живая очередь в избирательной комиссии области. И сдавали буквально до самой последней минуты перед пятью часами. До последнего тянулись документами партии «За справедливость», «Коммунисты России» и «Гражданская платформа». С последней, кстати, возникла непонятная ситуация. Главной проблемой стала регистрация ее финансового уполномоченного. Первый раз в документах вместо избирательной комиссии Ярославской области во всех почему-то значилась избирательная комиссия города Ярославля. Во второй раз в документах не стыковались между собой даты решений и заявлений. Сегодня, наконец, с утра гражданская платформа представила все документы на финансового уполномоченного в необходимом объеме. Они строго соответствуют закону. И мы сразу же на внеочередном заседании комиссии загистрировали финополномоченного. Расценивать ситуацию с гражданской платформой можно по-разному, считают ярославские политологи. Пока у нас в городе и в регионе все время только одна версия, что несчастную гражданскую платформу со всех сторон давит и уничтожает, грызет и преследует единое христианство. Я бы не исключал другой вариант, что эта гражданская платформа сама потихонечку выходит из игры и пытается это сделать красиво, сваливая все немножко на других. Идет вот такой слив региональной гражданской платформы, что, собственно говоря, мы наблюдали в Москве, в Московской области. Теперь вот время дошло до Ярославской. Если бы гражданская платформа была настроена на борьбу, на серьезную борьбу, то она вела бы ее с помощью Москвы, но более организованно, более, скажем так, напористо, не сдавала бы шаг за шагом свои позиции, но и не кричала бы, что нас бьют, нас бьют, нас бьют, нас бьют. По словам главы обл. избиркома, под знаком вопроса стоит и открытие счета гражданской платформы. К нам поступило уже уведомление от сберегательного банка, что эта партия сегодня не открывала специальный избирательный счет. Поэтому, что за документы сегодня были представлены этой партией, предстоит нам разбираться в последующие дни, возможно, даже с привлечением правоохранительных органов. Предположительно, не открыла счет и умная Россия. Эта информация также будет проверена обл. избиркомом. В течение 10 дней после подачи документов должно быть вынесено решение по каждой партии – зарегистрировать, отказать или исключить отдельных кандидатов. На сегодняшний день прошли процедуру регистрации два объединения, которые подали документы в числе первых – это ЛДПР и Демократическая партия России. Обе уже точно примут участие в выборах. А вот Союзу труда отказали в регистрации. Главная причина – отсутствие сведений о недвижимости за границей. Партия выбывает из предвыборной гонки.